Уважаемый Саадыр Нургужоевич, дорогие друзья, дорогие преподаватели, ученики школы. В первую очередь хотел бы выразить благодарность президенту Кыргызстана за решение присвоить имя выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Лива этой школе. Это одна из самых больших школ Бишкека, и мы расцениваем это как знак дружбы, братства между нашими народами и дань уважения памяти Гейдара Лива. Также, как отметил Саадыр Нургужоевич, сегодня мы посетим еще одну школу, которая будет носить имя другого выдающегося сына Азербайджана Низами Генчави, поэта, мыслителя, который является гордостью азербайджанского народа. Это знаковые события, которые отражают характер и дух отношений между нашими братскими странами. Вчера вместе мы участвовали в открытии парка дружбы Кыргызстана-Азербайджан, который, помимо того, что является прекрасным современным местом отдыха, также символизирует братство наших народов. Эти знаковые события, которые мы переживаем и проживаем сегодня, оставят глубокий след памяти наших народов на многие-многие годы. И уверен, что братские отношения между нашими странами получат новый динамизм, получат новый импульс по результатам моего государственного визита. Кейдар Алиев – выдающаяся личность, которая оставила глубокий след в истории. Как отметил президент Кыргызстана, независимо от места работы и формы общественно-политического строя, он всегда защищал интересы Азербайджана. И в советское время, будучи руководителем Азербайджана, вывел Азербайджанскую республику с последних мест по социально-экономическому развитию в передовые республики бывшего СССР. И тогда, когда возглавлял огромные направления экономического и индустриального потенциала СССР, будучи первым заместителем председателя правительства. И тогда, когда в самый трудный период для молодого азербайджанского государства возглавил Азербайджан по воле народа, был призван спасти молодую азербайджанскую республику от краха. Мы были на краю пропасти, когда не только теряли территории в результате оккупации, военной агрессии соседней страны, но и погрузились в хаос и трагедию братоубийственной гражданской войны. Самая тяжелая война – это гражданская война. И, к сожалению, азербайджанский народ испытал горечь этого. И только благодаря воле и решимости Гейдара Алиева и вере азербайджанского народа в него удалось ему остановить братское кровопролитие, остановить сползание Азербайджана в хаос, в фрагментацию нашей молодой республики и поставить Азербайджан на путь развития, укрепить стабильность, безопасность, привлечь инвестиции, заложить основу современной азербайджанской армии. Поэтому, когда мы говорим, что сегодняшний Азербайджан – это детище Гейдара Алиева, мы совершенно правы. Мы, его последователи, идем его путем. Конечно, с учетом специфики ситуации, с учетом меняющегося мира, с учетом современных возможностей Азербайджана и вызовов, которые стоят перед нами. И одно из завещаний, которые он нам оставил – восстановление территориальной целостности – мы с честью выполнили два года назад. Наверняка, каждому ребенку, каждому юноше, девушке, подростку и дома, и в школе говорят, чтобы они хорошо учились. Наверное, столько раз это вот говорили ребятам, что, может быть, они от этого устали. Но это на самом деле то, к чему мы вас всегда призываем, потому что это путь в будущее. Знание, образование – это тот путь, который позволит вам занять достойное место в обществе и вносить вклад в укрепление вашего государства. И думаю, что лучше всяких наставлений учиться хорошо действует на молодое поколение пример. Вот я могу привести пример Гейдара Алиева, его аттестат о среднем образовании. Он для учеников азербайджанских школ является примером. Там нет ни одной четверки, все оценки – пять. Я не знаю, какая система баллов существует в Кыргызстане, в Азербайджане она поменялась, но в советское время пятерка – это была самой высокой оценкой. Вот он отлично учился с самого раннего возраста – и в школе, и потом в институте, и точно так же ответственно относился к любой работе, которую ему приходилось выполнять. Также должен сказать, что роль Гейдара Алиева в воспитании современного поколения азербайджанцев также берет истоки еще в советское время, когда Азербайджан был единственной республикой бывшего СССР, которая по настоянию Гейдара Алиева имела право отправлять в ведущие вузы СССР около тысячи азербайджанских юнош и девушек, которые проходили по так называемому внеконкурсному набору. То есть они сдавали экзамены в Баку, а направлялись в ведущие вузы СССР. Тем самым создавался кадровый потенциал, который сегодня очень востребован в Азербайджане. Также хотел бы довести до вашего внимания, что и в деле военного строительства основа, заложенная Гейдара Алиевым, сегодня нам позволяет успешно защищать нашу территорию. Именно его решением в 70-е годы в Баку была создана военная школа имени генерала Джамшида Нахчеванского, которая готовила ребят к военной службе. И вот эта дальновидность Гейдара Алиева, это деятельность, направленная на будущее, как будто бы он предвидел, что один прекрасный день Азербайджан станет независимым государством, нам понадобится армия, нам понадобятся специалисты, что так и произошло, и мы должны быть готовы к любой ситуации. Я хотел бы еще раз выразить благодарность президенту Кыргызстана, братскому кыргызскому народу за такое отношение к памяти Гейдара Алиева, а также хотел бы в конце своего выступления пригласить преподавателей и учеников школы имени Гейдара Алиева и школы имени Низами Гянджави посетить Азербайджан соответствующие инструкции. И вот мною сейчас даются на ближайшие каникулы. Я вас приглашаю, мы организуем ваш приезд, ваше пребывание в Баку и, если будет желание, в других местах Азербайджана. И в целом, я думаю, что надо вот уже сейчас начать работу по созданию вот таких вот отношений, контактов между нашими средними учебными заведениями. Это будет воспитывать нашу молодежь в духе сотрудничества, братства, дружбы. Это будет нас взаимно обогащать. Еще раз благодарю за сегодняшний прекрасный подарок всему азербайджанскому народу и желаю братскому народу Кыргызстана мира благополучия. Спасибо. Спасибо.